всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и очень простые слитки данные слитки вяжутся очень просто и для вязания нам нужно будет вместе с вами связать сейчас вот такую вот заготовку в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 3739 но обязательно сейчас перед тем как приступать к вязанию мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков так чтобы вы их смогли связать абсолютно на любой размер ноги данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи alize lana gold это у нас идет по составу 49 процентов шерсти 51 процент акрила и метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров и нам понадобится два контрастных цвета пряжи также при желании вот эти треугольники вы можете связать и разноцветные то есть здесь уже на ваше усмотрение также для вязания нам понадобится 2 чулочные спицы диаметр три с половиной миллиметра крючок иголка и ножницы для того чтобы сшить наш следок и спрятать наши кончики подошва у данных следков идет вот сшивная но шов идет абсолютно гладкий с двух сторон нигде ничего здесь не выступает и ножки будет все абсолютно комфортно нигде ничего давить не будет как я сказала данные слитки я буду вязать на размер ноги 37 39 для того чтобы сейчас нам разобраться с принципом вязания слитков чтобы вы их смогли связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах сейчас где-нибудь здесь я вам ставлю таблицу где вы сможете посмотреть какому размеру какое количество сантиметров соответствует если мы сейчас посмотрим на нашу заготовку то мы видим что заготовка состоит из трех частей две боковые части и центральная часть для вязания любого размера взрослых следков вот эту центральную часть я всегда вязала бы одинаковое количество сантиметров обращаю внимание что не вот этих треугольников а именно сантиметров так как возможно вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей то у вас вот этих треугольников может получиться больше или меньшее количество так как здесь у нас идет самая широкая вот это расстояние здесь самая узкая то есть я мерю вот таким вот образом от одного кончика где мы начали вывязывать треугольники и до второго кончика где мы закончили вывязывать наш последний треугольник и это как я сказала вот равняется 17 сантиметров все остальное расстояние у нас делится между двумя боковыми частями поэтому здесь смотрите если посмотреть по таблице я возьму сейчас среднее значение то есть 38 размера и 38 размер ноги у меня соответствует 24 с половиной сантиметров разница между вот этими размерами идет всего лишь пол сантиметра дальше мы должны вот наши 24 с половиной сантиметра то есть размер ноги в сантиметрах умножить на 2 и это у меня получается 49 умножаем мы на 2 так как наша заготовка вот она обертывает нашу ногу вот получается два раза с одной и с другой стороны дальше от полученного вот этого числа мы должны отнять 6 сантиметров так как это идет у нас вязаное полотно и она хорошо тянется и 6 сантиметров это для того чтобы наши слитки сидели хорошо по ноге и плотно облегали новую и это у меня получается 43 то есть длина общее вот этой моей заготовки должна быть 43 сантиметра теперь если мы начертим отрезок и сейчас это все схематически вот нарисуем на отрезке у нас идет наша центральная часть которая состоит из 17 примерно вот сантиметров 17 сантиметров общая длина этого отрезка у нас должна быть равна вот по расчетам 43 сантиметра поэтому 43 минус 17 это центральная наша часть и полученное число мы должны разделить на две боковые части это получается что одна боковая часть у меня должна быть провязана сейчас 13 сантиметров и вторая боковая часть у меня также должна быть провязана 13 сантиметров поэтому по этому же принципу вы сможете рассчитать сколько вам необходимо провязать ваши вот каждый из этих участков сантиметрах так чтобы слитки хорошо сидели именно на вашей ножке ширина детали у меня равна ну вот где-то девять с половиной сантиметров здесь идет такая достаточно средняя высота то есть они получаются и не сильно длинные и не сильно короткие поэтому плюс минус один сантиметр это вполне нормально и допустимо для любого размера взрослой ноги поэтому друзья надеюсь принцип вязания данных следков вам понятен поэтому предлагаю сейчас связать их вместе со мной берем пряжу спицы и приступаем к вязанию на 2 чулочные спицы диаметр спиц три с половиной миллиметра обычным способом набора то есть с помощью вот длинного хвоста мы сейчас с вами набираем 19 петель на спицы я набрала 19 петель и сейчас будем приступать к вязанию первого ряда первую кромочную петлю я снимаю и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми последнюю кромочную петлю вот в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и все наши остальные вот последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей или за ней я переворачиваю вот на изнаночную сторону с изнаночной нашей стороны 1 кромочную петлю я снимаю и дальше тоже все петли провязываю лицевыми то есть мы сейчас с вами вяжем полотно платочной вязкой то есть все и лицевые и изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями первую кромочную петлю мы всегда будем снимать просто не провязывая последние все наши кромочные петли в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей поэтому таким образом мы сейчас вяжем вот полотно платочной вязкой то количество сантиметров которые мы с вами рассчитали в начале нашего видео и так вот я провязала участок как я сказала высота у меня равна 13 сантиметров давайте сразу измерим и вот получается высота ровно 13 сантиметров или если пересчитать вот эти все платочные дорожки я сейчас провязала от нашего наборного края 26 платочных дорожек и дальше я должна взять ниточку контрастного цвета в сейчас чтобы вязать вам было проще можете взять небольшой листочек и записать вот эти цифры которые я вам сейчас скажу то есть если вы набирали это же количество петель что я то вы записываете себе 15 12 9 6 и 3 далее я беру наше полотно вот лицевой стороной вверх беру ниточку кораллового цвета никаких закрепляющих узелков я не делаю а просто кончик прикладываю краю и приступаем к вязанию первого ряда ниткой контрастного цвета и наш первый ряд мы сейчас должны провязать вот как раз таки 15 петель первую кромочную петлю я провязываю лицевой так как у нас идет смена нити это наша первая петля дальше вторая третья четвертая 13 14 15 то есть я провязала ниткой контрастного цвета 15 петель и вот на левой спице у меня осталось 4 петли мы сейчас с вами будем делать обвитие петель то есть вот петельку я снимаю так вот здесь у меня остается 3 петли не провязываю эту я петлю нить рабочие перед работой и я вязание переворачиваю вот таким вот образом на изнаночную сторону то есть мы сделали вот обвитие вот этой нашей петли эту петлю я возвращаю обратно вот нас четыре по-прежнему не провязанных петли и мы сделали обвитие вот этой нашей петельки вот нить я помещаю между петлей которую мы обвели и между последней провязанной петлей кораллового цвета и дальше мы вяжем наш изнаночный ряд с изнаночной нашей стороны все петли мы провязываем вот лицевыми также мы должны сейчас провязать 15 петель вот с изнаночной стороны это вот идет наша первая провязанная петля 2 3 14 и вот как раз таки последнюю здесь петлю в конце ряда я провязываю изнаночной вязание я переворачиваю на лицевую сторону мы с вами сейчас провязали вот 15 петель дальше мы должны с вами провязать 12 петель и 13 следующую петлю мы должны обвить то есть сделать обвитие но провязать мы должны только 12 петель 12 петель это с учетом нашей кромочной петли поэтому вот наша первая петля мы ее просто сейчас снимаем дальше вот 2 3 4 9 10 11 12 12 петель с учетом нашей кромочной мы провязали вот на правой спице у меня 12 петель далее мы делаем обвитие нашей следующей петли то есть рабочую нить мы заводим вот перед работой и снимаем следующую вот петлю с левой спицы на правую не провязывая дальше вот рабочую нить я перемещаю между снятой петлей и следующий и вязание переворачиваю на изнаночную сторону вот моя рабочая ниточка и петлю которую мы просто переснимали когда мы вязание перевернули на изнаночную сторону мы ее сразу же возвращаем обратно то есть вот мы сделали обвитие для того чтобы у нас здесь в этих местах был красивый переход и дальше наши 12 петель вяжем с изнаночной стороны и все петли мы провязываем лицевыми и вот здесь последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание я опять переворачиваю на лицевую сторону это мы сейчас с вами провязали 12 петель дальше мы с вами должны провязать 9 петель и десятую нашу петлю следующую мы должны обвить то есть вот наша первая кромочная петля я ее просто снимаю первая петля дальше вот 2 3 4 5 6 7 8 и 9 то есть я провязала 9 петель дальше десятую петлю я просто снимаю рабочий нить вот перед работой и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны снятую петлю я возвращаю обратно вот я ее просто пересняла и дальше наши 9 петель я вяжу с изнаночной стороны в обратном направлении все петли я провязываю лицевыми и последнюю кромочную вот здесь петлю я провязываю изнаночной и вязание я переворачиваю на лицевую сторону теперь мы должны с провязать 6 петель первую кромочную петлю я снимаю это наша первая петля дальше вот 2 3 4 5 6 на правой спице вот у меня провязана 6 петель седьмую петлю я просто переснимаю не провязывая рабочая нить перед работой и вязание переворачиваю вот на изнаночную сторону с изнаночной стороны снятую петлю возвращаю обратно и вижу эти 6 петель с изнаночной стороны все петли я провязываю лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и вязание снова я переворачиваю на лицевую сторону и теперь мы с должны провязать по схеме 3 петли вот идет наша первая кромочная петля дальше 2 и 3 вот у меня на правой спице 3 петли дальше четвертую петлю я просто переснимаю не провязывая рабочие нить перед работой вот делаем обвитие вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны петлю которую мы снимали возвращаем обратно вот она у нас идет и эти три петли провязываем вот 2 лицевых и последнюю кромочную изнаночной и за не снова переворачиваю на лицевую сторону вот мы с вами провязали первый наш треугольник далее вот здесь сбоку я поднимаю нить нашего основного цвета никаких здесь ниточек я сейчас обрывать не буду у меня просто по изнаночной стороне будут идти вот такие протяжки первую нашу кромочную петлю нитью нашего основного цвета я провязываю вот лицевой так как у нас идет сейчас смена цвета здесь мы край сильная вот этот не перетягиваем и дальше все петли до конца этого ряда нитью основного цвета я провязываю лицевыми это мы с вами провязали первый ряд далее вязание переворачиваю вот на изнаночную сторону и изнаночный ряд нитью основного цвета также провязываем все петли лицевыми вот после нашего первого треугольника нитью основного цвета я провязала два ряда и у меня получилось одна платочная дорожка наши треугольники будут разделяться двумя платочными дорожками провязаны ими вот ниточкой основного нашего цвета поэтому еще два ряда лицевой и изнаночной ниткой основного нашего цвета я сейчас провяжу все петли вот лицевые два ряда лицевой и изнаночной так чтобы у меня было провязано две платочные дорожки и так после того как я провязала нитью основного цвета две платочные дорожки после нашего треугольника или это соответствует четырем провязанным рядам я снова сбоку вот поднимаю нитку нашего контрастного цвета и мы вяжем следующий наш вот точно такой же треугольник по вот этой нашей формуле после того как будет готов вот наш второй треугольник сбоку поднимаем вот нитку нашего основного цвета и четыре ряда или две платочные дорожки мы провяжем все петли вот мы провяжем лицевыми и далее снова сбоку поднимем ниточку контрастного цвета и будем вязать следующий наш треугольник по этой же формуле таким образом у нас сейчас должно получиться вот шесть таких треугольников и эти треугольники у нас вот разделяют две платочные дорожки провязанные ниточкой основного нашего цвета и так вот я вывезла все мои треугольники 6 штук у меня их и давайте измерим вот эту часть в сантиметрах ну смотрите давайте вот так наверное от одного угла ко второму углу и у меня получается вот 17 сантиметров после того как я провязала последний треугольник вот ниткой контрастного цвета кончик от моточка я здесь обрезала и сейчас вот здесь опять сбоку я поднимаю нитку моего основного цвета и этот ряд провязываю вот все петли лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и дальше все петли в изнаночном ряду я также провязываю лицевыми то есть вот после того как я вырезала мысок который у меня состоит из шести вот таких треугольников мы сейчас с вами должны провязать вот точно такую же деталь которые мы с вами вязали до нашего маска то есть сейчас вяжем просто ровное наше полотно вот в эту сторону я сейчас провяжу также 13 сантиметров или это у меня будет равно 26 платочных дорожек все петли и в лицевом и в изнаночном ряду мы провязываем лицевыми и так вот я провязала вторую боковую часть то есть как я и говорила я провязала столько же рядов сколько я и провязывала вот здесь в этом участке теперь я провяжу вот лицевой ряд лицевыми петлями и закрывать наши петли я буду по изнаночной стороне поэтому вижу вот с лицевой стороны лицевой ряд вязание я переворачиваю на изнаночную сторону из изнаночной нашей страны мы приступаем к закрытию петель первую кромочную петлю я снимаю вторую петлю я провязываю вот лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную провязала вот петля которая была на спице я протянула и спустила провязала протянула и спустила при закрытии петель стараемся контролировать натяжение нити и петель так чтобы этот край не был очень сильно туго перетянут и вот когда в конце у нас осталась одна последняя петля я ее вытаскиваю по длине и ниточку отма . обрезаем с тем учетом чтобы этого кончика нам хватило сшить следок наш и этот кончик я продеваю вовнутрь вот в петлю и петельку аккуратно эту затягиваем теперь нам осталось только сшить наш следок сшивать наш следок я буду по лицевой стороне поэтому я беру нашу заготовку складываю напополам изнаночной стороной вовнутрь и здесь смотрите задней части моего следка у меня расположено два кончика то есть один вот этот наборный кончик если он у вас сильно короткий ничего страшного в этом нет вы просто возьмете вторую ниточку и вторым нашим кончиком сошьете заднюю часть следков и вот второй кончик который я сказала что нужно его оставить по длине и так как этим кончиком которым мы вот закрывали наши петли мы будем сейчас сшивать ступню у наших следков ниточку я одела в иголку с большим ушком следок я беру вот лицевой стороной к себе и сшивать нашу ступню я буду именно за кромочные петли я буду поочередно вставлять иголку сначала с одной стороны затем с другой стороны вот в кромочную петлю выводя ее с изнанки на лицо то есть снизу вверх сначала с этой стороны и затем с этой стороны я также иголку вставляю вот с изнанки на лицо в кромочные петли здесь с изнанки на лицо и затем с этой стороны иголку я вставляю вот с изнанки на лицо в кромочные наши петли здесь и здесь при сшивании нашей подошвы вот здесь в этих местах контролируем чтобы все вот эти наши полоски у нас сошлись между собой наши протяжки должны вот остаться на изнаночной стороне таким образом мы сейчас сшиваем нашу подошву вот здесь до наших вот этих двух последних полосок контрастного цвета то есть вот до вот этого момента вот когда я прошила вот до наших вот этих последних двух коралловых полосок вот этот участок я сейчас просто за кромочные петли соберу на иголку вот таким образом гармошкой вот одна вторая петля 3 кромочная и так далее вот по кругу вот я по кругу кромочные петли наши собрала и теперь вот этот наш уголок аккуратно вот так вот затягиваю чтобы у нас здесь был не острый край а вот такое красивое закругление дальше иголку я вставляю вот в центр вывожу на изнаночную сторону и по изнаночной стороне мы потом этот кончик спрячем и у нас здесь будет такой красивый и аккуратный мысок сразу хочу показать что вот таким образом выглядит на шов с лицевой стороны идет все абсолютно гладко и нигде ничего не видно и вот так он у нас выглядит с изнаночной стороны тоже нигде ничего не выступает и все будет абсолютно мягко и комфортно далее если вот этот кончик где мы набирали наши петли он у вас скажем так позволяет шить заднюю часть нашего следка то этот кончик мы сейчас должны одеть в иголку с большим ушком если он у вас получился сильно короткий мы его кладем вовнутрь и в иголку вдеваем новую ниточку от моточка и сейчас будем приступать к сшиванию задней вот этой нашей части заднюю часть слитка я буду сшивать не за кромочные петли а смотрите здесь между краем где мы закрывали наши петли и нашей платочной дорожкой есть такая бороздка из лицевых петель я буду вставлять вот иголку справа налево вот эту бороздку то есть вот за наши две галочки справа налево здесь здесь и так далее с другой стороны у нас идет то же самое то есть край где мы набирали наши петли и наша платочная дорожка и здесь есть точно такие же галочки я буду вставлять иголку справа налево вот здесь в эти промежутки сшивать заднюю часть я буду также по лицевой стороне вот идет моя рабочая ниточка я вставляю здесь иголку вот в этот промежуток за две дужки вот наши галочки вот раз и два справа налево сначала с одной стороны и затем справа налево с другой стороны с этой стороны я вставляю вот иголку справа налево здесь и оставляю иголку также справа налево при сшивании задней части вот нашего следка обязательно контролируем чтобы вот здесь в конце вот этих два края ровно сошлись так вот я прошила наш шов вот таким образом он у нас выглядит теперь мы иголкой кончик вот выводим вдоль нашего шва на изнаночную сторону и потом этот кончик в конце мы с вами спрячем теперь для того чтобы следки более хорошо сидели на ноге и вот этот уголок у нас сейчас нет опорщился мы этот край немножечко с вами сошьем поэтому в уголку с большим ушком я одеваю кончик от моточка далее ровно в середину здесь я вставляю иголку вот между двумя платочными вот этими дорожками нашим основным цветом где мы провязывали вот я ниточку вывожу кончик кладу вовнутрь никаких закрепляющих узелков я не делаю и теперь мы сошьем вот здесь небольшой участок нашего маска сшивать этот участок я буду не за кромочные петли а за первую петлю от нашей платочной дорожки то есть вот мы вставили иголку и вот наша идет первая платочная дорожка вот здесь я вставляю иголку справа налево с этой стороны и затем вот здесь то есть вот наша середина и вот наша платочная дорожка с этого края справа налево я вставляю иголку здесь дальше идет наша следующая вот платочная дорожка и первая петля от платочной дорожки я иголку вставляю вот справа налево здесь а затем вот наша следующая платочная дорожка и первая петля вот справа налево здесь следующая платочная дорожка справа налево и вот здесь также я вставляю иголку следующую платочную дорожку справа налево таким образом этот мысок можно сшивать вот на любое скажем так расстояние здесь вы можете уже примерять и смотреть насколько вам комфортно будет вот продеть в эту дырочку скажем так вашу ногу я сейчас прошью вот буквально где у нас заканчиваются наши треугольники с одной и со второй стороны и после треугольников еще буквально две платочные дорожки вот совсем я прошью небольшой участок то есть вот я прошила получается до треугольников и после треугольников еще две платочные дорожки вот я прошила и дальше вот иголку с ниткой я вывожу на изнаночную сторону в конце мы с вами этот кончик потом спрячем далее после того как мы сшили наш мысок нам осталось сделать только обвязку вот здесь где мы закончили сшивать я беру тот цвет пряжи который я хочу сделать обвязку то есть я буду делать вот коралловым цветом и сюда в центр я вставляю крючок и вынимаю нашу первую петельку дальше обвязку я буду делать вставляя крючок в каждую вот здесь вот в край кромочную петлю и провязывать столбик без накида то есть вот одна петля у нас находится на крючке следующий вот кромочную петлю я вставляю крючок вынимаю петельку и эти две петли я вот таким вот образом провязываю я провязала 1 столбик без накида дальше следующую кромочную петлю я вставляю крючок вынимаю петельку и эту петлю сразу провязываю вот опять одна петля на крючке вставляю крючок вывожу петельку и этих две петли провязываю таким образом мы делаем обвязку нашего края провязывая вот столбик без накида каждую кромочную петлю так вот я провязала обвязку по кругу далее вот здесь я вставляю крючок в нашу первую петлю которую вот мы провязали вот вынимаю петельку и эту петлю я сразу же провязываю вот через ту которая у нас находилась на крючке далее делаю одну петлю вот такую подъема и ниточку от моточка обрезаем после того как нитку обрезали мы эту петельку просто вытаскиваем хорошенечко кончик затягиваем и дальше по изнаночной стороне эти все наши кончики прячем самостоятельно любым удобным для вас способом после того как по изнаночной стороне мы спрятали кончики следки наши полностью готовы декор для данных следков можно делать абсолютно любой то есть можно сюда связать какой-то цветочек бантик или пришить пуговицу вот здесь в моем случае это пришита обычная пуговица то есть пуговицы могут быть абсолютно любые просто я вам для примера приложу вот допустим вот такой вариант пуговицы большая объемная пуговица будет тоже смотреться красиво и интересно или вот здесь в моем случае я взяла такие квадратные пуговицы со стразами вот сюда если их пришить будет очень скажем так красиво и нарядно поэтому декор вы можете делать или не делать то есть это уже на ваше усмотрение поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны но мы с вами будем прощаться обязательно еще встретимся с вами в новых видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока